Благословен Господь! Благословено Его имя! Слава нашему Богу, мои дорогие! Я благодарю Бога моего за эту возможность, которую мы имеем, приходить на собрание, слушать Его святые слова. Кажется, до 12 еще много времени, но я постараюсь быть более кратким. Не хочу, чтобы помню один случай, рассказывать, что в одном собрании пришел один проповедник, дали ему слово, и он говорил, говорил, столько говорил, что по чуть-чуть все начали с зала уходить. Зал остался пустой, остался только один человек, после этого он говорит, спрашивает этого человека, который остался, говорит, а ты чего остался? Он говорит, я должен после тебя проповедовать. Так что я постараюсь в пределах разумно говорить, чтобы не затягивать время. Дорогие мои, я хотел, чтобы Господнее присутствие, Его благословение было на это место. Поддержите меня, пожалуйста, молите, молитесь за меня, чтобы то слово, которое я буду говорить, чтобы она коснулась моего сердца, чтобы она коснулась вас, которые вы в этом зале находитесь, чтобы она коснулась тех, которые, может, нас смотрят онлайн, не имея такой возможности, как я уже повторял, такую, как мы имеем. Пусть Господнее благословение и Его присутствие будет над народом Его везде, где народ Божий славит имя Его Святое. Хочу прочитать всем знакомое место. Я уверен, что многие из вас это место читали не один раз. И, может, даже некоторые из вас эти стихи знают наизусть. Но, может, вы не придали значения или не обратили внимание полностью на эти слова. Причьте, 22 глава, с первого стиха Соломон говорит такие слова. Здесь написано так. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Другое место, Экклесиаст, 7 глава, также первый стих говорит такие слова. Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти, дня рождения. Мои дорогие, вот об этом добром имени я хотел, чтобы мы порассуждали в этот день, чтобы мы позадумывались действительно, что значит доброе имя, особенно в это время, в эти дни, в которые мы живем. Вы знаете, доброе имя, это не значит красивое имя. Мы не вправе были выбирать себе имя, нам имя дали наши родители. Также и наши дети, не вправе было им выбирать имя, они родились, и мы им дали имя. И в основном верующие люди стараются давать имена своим детям, библейские имена. Они, когда называют детей такими именами, они хотят, чтобы их ребенок был похож на героя из Библии, который оставлен на Священном Писании, чтобы тот или другой был похож на такого человека, который оставлен на Священном Писании. К сожалению, не всегда это совпадает в жизни. Мы замечаем, что не всегда это совпадает в жизни. То, что мы желаем и даем нашим детям доброе имя, это замечательно. Но, вы знаете, вот это доброе имя, которое мы носим в своей жизни, к сожалению, чтобы ты имел это доброе имя, ты ее должен иногда всю жизнь зарабатывать, это имя. А одним неплохим или плохим поступком, или необдуманным поступком в твоей жизни, иногда ты можешь перечеркнуть то, что ты годами стараешься делать. Что интересно, вот я удивляюсь, этот человек, который в свое время был умнейший человек на земле, богатый человек, который имел такую славу, такое богатство, такую мудрость, вот он не сказал, что хорошо быть богатым, хорошо быть славным, но он говорит, доброе имя выше. Вы знаете, вот вообще в жизни мы очень много раз слышим это слово, которое говорит лучше. Лучше. Есть слово хорошо, но есть слово лучше, то есть лучше, чем хорошо. Есть, давай сделаем сравнение, сделаем сравнение в жизни, вот есть Toyota, есть Lexus. Вот Toyota хорошая, но все-таки Lexus лучше, правда? Кто катается на машинах и ездил, пробовал уже на Toyota и пробовал на Lexus и знает, как Toyota идет и как Lexus идет, так и другие машины. И кажется, это один и тот самый завод делает и Toyota Lexus, но Lexus лучше, чем Toyota. Хотя я сам катаюсь на Toyota, но знаю, что, ну иногда и на Lexus катаюсь, но знаю, что Lexus лучше, чем Toyota. И другие сравнения, есть другие машины. Не хочу сейчас сравниваться, податься в подробности, но есть хорошее, есть и лучшее. Так и Соломон здесь говорит, что доброе имя лучше, чем большое богатство. И добрая слава лучше, чем что-то другое в этой жизни. Насколько мы в этой жизни задумываемся приобретать вот это доброе имя? Вы знаете, на сегодняшний день есть очень много институтов, которые обучают людей, где люди платят большие деньги, чтобы он стал знаменитым. Есть институты, где люди проходят тренинг, как мы говорим на английском, проходит тренинг, чтобы как стать богатым, как можно, чтобы можно было заработать большие деньги. Люди поменяли ценности, где Библия говорит, что лучше доброе имя, чем вот это слава, чем это богатство. Но люди наоборот все делают. Большая масса людей променяли одно на другое. И, к сожалению, это замечается и не только среди людей мира сего, но это замечается и среди верующих. Разными честными путями и нечестными путями люди пытаются достичь какого-то положения в своей жизни, стать знаменитым, стать богатым. Я вот задаю себя вопросом, и хочу, чтобы вы также подумали, задали вопрос. Вот те люди, которые делают оружие, они неужели не понимают, к чему вот это оружие? Насколько оно, это оружие, которое продается в магазине, сколько оно беды делает? Сколько людей погибают? Сколько детей расстреливают в школах или в других местах? Беззащитные люди погибают. Они неужели не понимают, те, которые делают оружие или те, которые продают, насколько это вредно? что им до гибели других людей. И у них одна цель. Заработать деньги. Дорогая молодежь, особенно здесь, в Америке, да и во всем мире, хочу обращать внимание на вас. Неужели вы не понимаете, или даже мы, взрослые, не понимаем, те, которые продают наркотики, насколько это вредно, сколько губит людей. Что им до того, что остаются сироты? Что им до того, что люди месяцами или годами попадают в зависимость? Что им до этого? Им снятся деньги. Они хотят деньги. Они хотят богатства. Вы знаете, иногда вот много даже не надо говорить. Вот произносишь имя какого-то человека, и уже одно слово этого человека, оно пишет всю твою характеристику, то есть всю его характеристику. Мой возраст старше меня, даже, думаю, моложе меня, оттуда, кто мы приехали из Советского Союза. Да и здесь молодежь знает, потому что учатся в школах. Одно имя. Адольф Гитлер. Что говорит? Мы знаем, что этот человек, ну, благодаря ему и способствуя еще другим его помощникам, они начали Вторую мировую войну. Десятки миллионов людей загубленных, более шести миллионов евреев, уничтоженных в канцелагерях, маленьких детей. Только одно имя, которое произносится, и уже за ним идет полная характеристика. Что-то человек сделал. Не хочу остановиться только на плохое имя. Имя принцессы Даяна, кто знает ее историю, сразу может видеть или, да, представить себе, сколько она посетила бедных стран, сколько она помогала бездомным, детям больным. Мать Тереза простая, когда-то была девушкой, стала знаменитой. И многие из нас знают, читая ее историю, когда она умерла, говорят, что на ее похороны, не то что обыкновенные люди, десятки президентов приехали на ее похороны, провожать ее в последний путь. Одно слово, мать Тереза, и уже там очень много о чем говорит. Одна еврейская мудрость говорит так, что человека по жизни сопровождают три друга. это богатство, это семья и доброе имя, или имя. И, к сожалению, когда отходит с этой жизни, то, что он стремился, то, что он заработал, это богатство, это друг, для него становится никакого значения не имеет. То стремление, то суета, которую человек приобрел, вот это богатство, оно для него уже никакого значения не имеет. Он с собой ничего не может взять. Второе семья. Семья для человека более преданная. К сожалению, даже человек, когда умирает, все идут хоронить его, люди расходятся, больше всего там еще остаются на кладбище родственники, близкие. Но и они тоже уходят. Иногда вспоминают об этом человека. Со временем все это отходит. И вот это имя, особенно доброе имя, сопровождает человека на многие года в жизни. Даже человека уже нету, может быть, среди нас, но о нем еще помнят. О нем люди говорят и вспоминают его добрым словом. Помните, когда-то мы пели иногда такой христианский такой псалом. И оставишь ли ты, и оставишь ли ты на земле добрый след? Замечательные слова в этом гимне. И оставишь ли ты на земле добрый след? как я и говорил, что больше всего, к сожалению, мы в этой жизни тратим для того, чтобы приобретать богатство, меньше уделяем, к сожалению, меньше уделяем времени для своей семьи, и меньше всего человек тратит времени или удивляет времени для того, чтобы заработать это доброе имя. я хочу задать вот такой вопрос, особенно молодым. Вот вы помните такой случай в Библии, оставленном в Священном Писании, когда распяли Христа, рядом с Ним распали двух людей. Как звать тех людей? Кто помнит? Разбойники? Кто-то сказал Варава? В моей Библии написано в одном месте разбойники, в другом месте написано злодеи. Так кто? Я хотел задать вопрос, кто им дал это имя? Неужели родители дали им это имя разбойник, злодей? Кто им дал это имя? Ихняя профессия, ихняя жизнь, их поступки, которые они делали, вот так люди их прозвали разбойник, злодей. В другой случае, помните Ерихон. В стенах города жила одна женщина. Как ее звали? Раав. И еще одно имя? Блудница. Так кто? Почему она заработала это имя? Кто назвал ее? Кто дал это имя ей? Ее жизнь? Ее поступки? И вы знаете, что удивительно, еще одно место я хочу вам сказать из Библии. Вот таким именем, которое нас называют люди, то имя, которое ты носишь, таким именем называют тебе и духовный мир. Помните, ангел приходит к Марии и говорит ей, радуйся, благодатная, и рассказывает ей, что будет дальше. И дальше, что ангел говорит. И Елизавета, так называемая, как? А почему ангел говорит, что Мария не понимала, кто Елизавета, кто ее родственница? Неплодная, да? Смотрите, ангел даже называет ее так, как называют ее люди. мои дорогие, как я бы хотел, чтобы мы очень ценили и дорожили в своей жизни этим именем, которое мы носим. Это имя, которое нас называют люди. И мы, я бы хотел, чтобы мы очень часто, очень сильно задумывались над тем, вот какое твое имя, что о тебя люди говорят, да еще больше, что о тебя Бог говорит, как о тебя отзывается мир, который вокруг тебя, я уверен, я знаю, я сталкивался с такими людьми, даже у нас в церкви есть такие люди, замечательные люди, которые, тебе с ними легко разговаривать, тебе с ними легко нести бизнес, тебе с ними на любую тему легко разговаривать, замечательные люди есть, среди вас, мои дорогие, и как бы хотелось, чтобы вот к нам люди обращались, люди нас ценили, помните такой случай, у Давида написано, был друг, его звали Ахитофел, нет, я хочу говорить о Ахитофеле, и написано о нем, говорят, что вот к нему когда обращались, как бы получали совет как от Бога, вот представьте себе, насколько этот человек, когда к нему обращались, я не хочу говорить о его последних днях, я хочу говорить, что здесь о нем написано, когда вот люди обращались, получали совет как от Бога, вот какой мы совет даем, когда к нам люди обращаются, Говорим одно, думаем другое и третье делаем Или как мы понимаем, или как мы хотим, чтобы с нами поступали люди Так и мы делаем, так и мы советуем людям Как это важно в жизни, мои дорогие Как важно сегодня, сколько, к сожалению, столько мало добра на земле Сколько мало добрых людей, которые не пройдут мимо того, кто находится в беде Как бы я хотел, чтобы вот когда к нам обращаются люди Или когда-то к кому-то мы обращаемся Чтобы ты получил тот ответ или получил бы тот правильный совет Который действительно, он есть правильный Это желаю каждому из вас, мои дорогие Чтобы Господь нам помог в этой жизни Чтобы мы о нас говорили хорошо О мне, о моей жене, о моих детях, о вас, о народе Божьем И вы знаете, к сожалению, иногда бывает Что вот человек своим неправильным поступком Он не только пачкает свое имя Он пачкает репутацию той церкви, где он ходит на собрание Я уверен, что многие из нас услышали такие слова Если этот человек ходит в том молитвенном доме Я даже не хочу туда заходить Я не хочу с этим человеком ничего иметь Я думаю, что вы такие слова услышали в своей жизни Про кого-то Не хотел бы, чтобы именно это относилось ко мне или к тебе, мой друг Хотел, чтобы Господь да поможет каждому из нас Чтобы наша жизнь была примером для окружающих людей И, как я и обещал, не хочу много говорить Хочу закончить на такой ноте Что в Библии, то есть Да, и в Библии есть место, я сейчас вернусь к этому месту Я хочу сказать каждому из нас, кто здесь находится в этом зале Кто нас смотрит онлайн Мой друг Если ты запачкал свое имя Если ты в своей жизни ошибся, споткнулся, согрешил Ты знаешь, я могу тебе дать хороший совет Ты это можешь исправить в своей жизни Ты это можешь исправить очень просто Попроси прощения у Бога Искренно покайся перед Богом Попроси прощения у того человека, который ты обидел Помните, Затхей, когда пришел такой момент, когда Христос с ним разговаривал Он когда осознал, что он сделал Он сказал, что Кого я обидел, вознав четверо Человек исправился Я всегда понимал и понимаю Человек пока в жизни Пока человек живой, он может исправиться Он имеет право на прощение Попроси прощения у близкого человека Который, кого ты обидел Есть такой А также опять знаменательный Такой на украинском языке Поется такой гимн Знаешь, брат и милый Можно все вернуть Через покаяние Через узкий путь Не хотел пропеть, а то Вася пригласил бы меня сразу после этого в хоре Я лучше словами скажу Можно все исправить Можно все вернуть Через покаяние, через исправление нашей жизни Мы можем все это сделать Хочу все-таки прочитать одно место Бытие 14 глава Интересная история Которая оставлена в Священном Писании Я для чего это читаю Себя читаю и читаю для вас Чтобы мы в своей жизни не променяли никогда То, что мы имеем То, что нам Господь даровал На это временное На эту красоту На эту славу На это богатство На эти деньги В 14 главе В Бытие Здесь такая история есть Про Авраама Мы знаем Что этот человек Когда вышел в Сура Халдейский Он вышел бедный человек Но впоследствии жизни О нем написано Что он стал очень богатый И он разделился Своим племянником Слотом Один в одно место Другое в другое место И одни цари пошли Войной На Содом и Гаморре На окрестные города И все это забрали И забрали и племянника Лота забрали в плен И вот Авраам 318 или 319 человек Он взял внезапно Напал на них И все забрал Освободил этих царей Освободил Лота Своего племянника И вот здесь В 14 главе Здесь написаны такие слова После того Как он взял Все это серебро Все это богатство Здесь написаны такие слова Что царь Содомский Ему говорит Людей нам верни То, которое ты взял Их в плен А богатство И все, что ты взял Можешь оставить себе Он говорит Подымай руку к небу К Всевышнему Богу Что ничего Не возьму Чтобы царь Содомский Не говорил Что Я обогатил Авраама Он не захотел Променять То имя, которое он имел То имя, которое О нем говорили Окрестные народы Авраам стал знаменитым Написано в Библии Окрестные народы О нем говорили Он не хотел Он не хотел Променять это имя На то богатство Которое предлагал ему царь Это мне, говорит, не нужно Как я бы хотел Чтобы мы в своей жизни Мои дорогие Не променяли То имя, которое Дал нам Господь На эту славу На это богатство Которое есть в этом мире История говорит Что У императора У Цезаря Был Самый близкий его друг Это был его лекарь Его доктор И вот он когда болел Говорят, что Он Лекарь приходил к нему И он только ему доверял Те лекарства Которые прописывали ему лекарь Он именно лично Из его рук пил И вот однажды Цезарь заболел Чувствовал себя плохо И вот он ждал лекаря Лекарь должен был прийти И перед тем Как пришел лекарь К нему пришел Кто-то из слуг его И принес ему записку Цезарь открыл записку И в записке было написано Цезарь, берегись Потому что твой близкий друг Прямо подчеркивается лекарь Хочет тебя отравить Он прочитал эту записку И буквально через короткое время Заходит к нему Заходит лекарь Лекарь с ним побеседовал Спросил о его состоянии И достает лекарства Отдает Цезарю И Цезарь берет лекарства С его рук И начал их пить И в это время Когда начал их пить Отдает записку Этому лекарю Лекарь читает записку И на удивление Он сильно испугался Он говорит Господин мой Что ты делаешь? Цезарь ему говорит Мне легче умереть Чем узнать Что мой друг променял Имя, честное имя Которое я всегда верил Тебя на что-нибудь другое Говорит Мне легче умереть Чем узнать про это Что ты нечестный человек Насколько этот человек был честен Насколько Цезарь ему доверял Как я бы хотел Мои дорогие Чтобы в жизни Нам люди верили Давайте мои дорогие Мы вспомним В основном Каждый из нас Дали обещание Богу служить И вы обещали Я обещал Честной совестью Доброй Честной совестью Служить нашему Богу Какова твоя совесть Сегодня Какое твое имя Сегодня Какое имя Ты носишь Мой друг Она соответствует Библии Она соответствует Тому Как здесь написано Или люди с нами Не хотят ничего иметь Да благословит Господь Каждого из вас Да даст Господь Силы нам Если мы с чем-то Где-то ошиблись Споткнулись Чтобы мы исправились В нашей жизни Я это желаю Себе Я это желаю вам Я желаю Чтобы окружающие люди Которые здесь рядом живут Чтобы они говорили Что это прекрасный Молитвенный дом Что сюда В этом молитвенном доме Приходят Замечательные Прекрасные люди Пусть Господь Благословит Каждого из вас А ему за все Пребудет вечная слава Аминь